Друзья мои, всем привет! Я получаю довольно часто весьма интересные от вас вопросы. К сожалению, у меня не всегда есть время на них ответить, поэтому получается, что мне приходится этот вопрос откладывать на какое-то время. Но, тем не менее, давайте я сразу начну зачитать вопрос, который мне прислали не так давно. Сергей, добрый день! Я хотел бы задать вам весьма интересный вопрос, на который меня подтолкнул просмотр очередной страшилки. Вопрос этот связан с вашей профессией. Я как покупатель могу каким-то законным образом перед покупкой дома узнать его прошлое? Дело в том, что люди все разные, разных принципов, разной религии и так далее. Возможно, некоторым не захочется жить там, где произошло что-то плохое. Может, этот дом обокрали уже три раза за последние несколько лет. Может быть, был пожар. Возможно, в доме были смерти и так далее. Неприятных случаев может быть уйма и в домах элитных районов в том числе. Как можно добыть эту информацию, так как я сомневаюсь, что продавец или риэлтор, лица заинтересованные в продаже, будут вставлять себе палки в колеса? Или я вообще сейчас спрашиваю что-то из области фантастики? И в Северной Америке живет народ не впечатлительный и не суеверный. Ну, давайте, наверное, по порядку. На самом деле вопрос как бы большой, текст. И в нем, на самом деле, не один вопрос, а целая их пачка, скажем так, да? Что и как можно узнать о недвижимости? Во-первых, у нас, когда вы продаете недвижимость и покупаете, у нас есть два агента. Агент, соответственно, который представляет продавца и агент, который представляет покупателя. Поэтому, если у нас есть какие-то вопросы, мы можем их задать агенту продавца и, если он знает какую-то информацию негативную, он обязан ее сообщить. Другое дело, что, когда вы говорите о том, что агенты как бы заинтересованы ничего не говорить, то вы подразумеваете, что он как бы знает, но не хочет это произнести, это сказать. На самом деле, это далеко не всегда так. Дело в том, что большинство продавцов в Канаде знают о том, что если есть какая-то негативная информация, которую он скажет своему агенту, то тот из профессиональных принципов будет обязан ответить на эти вопросы, если ему будут задавать такие соответственные вопросы. Поэтому, что делает продавец, как вы догадываетесь, да, именно так. Он в какой-то момент думает, окей, вот это я, наверное, скажу своему агенту, а вот это, может быть, ему там не обязательно и знать. Что еще вы можете сделать? Вы можете поговорить с соседями, потому что, как вы знаете, обычно в любом доме, в любом районе соседи, как правило, народ очень разговорчивый. Если вы будете им задавать какие-то вопросы, то вполне возможно вам эту информацию подтвердят. Но, тем не менее, как я сказал, что не стоит подозревать риэлтор, что он обязательно вас в чем-то обманывает или что-то от вас утавит. Зачастую он может просто этой информацией не обладать. Тем не менее, есть информация, которую продавец кровь из носу обязан сообщить своему агенту, и об этом мы сейчас поговорим немножко дальше. Теперь вы говорите насчет в отношении пожаров. Я бы от себя еще добавил бы, наверное, вы имеете в виду затопление, когда идет, допустим, сильный ливень, дождь, и вода поступает в ваш нижний этаж, в бейсмен. Как это можно проверить? Ну, во-первых, скажем так, что пожар вы, как правило, не очень можете скрыть. То есть, если у вас обгорело полстены, я не думаю, что вы возьмете краску и будете просто, так сказать, ее закрашивать. Так не бывает. Это во-первых. Во-вторых, скрывать, как правило, пожар никакого смысла нет, потому что у нас в подавляющем большинстве дома все в Канаде застрахованы, и поэтому, если у вас произошел пожар, просто вы предъявляете иск, ну, как бы, клейм, жалобу страховой компании, и вам, так сказать, восстановят ваш дом до нормального состояния, до того, какой он был до этого, и, соответственно, все будет сделано. Что касается затопления, то есть, если вода поступила в нижний этаж, в бейсмен, то, как правило, проверить это тоже несложно. Если туда постоянно поступает влага, например, у вас есть трещина в фундаменте, то скрыть это, опять же, невозможно, потому что в здании будет внизу запах, запах влажности такой, может быть, немножко гнилостности такой, знаете, вот как на болоте, вот примерно такой запах. Это, во-первых. Во-вторых, когда вы покупаете недвижимость, и дальше женщина, она чуть ниже об этом тоже задает вопрос, спрашивает, как это можно проверить. Для этого существует техническая инспекция здания, она так и называется, home inspection, то есть, инспекция дома, и люди, которые работают в этой профессии, тоже называются home inspector, то есть, инспектор, который проверяет состояние технического сооружения, которые вы покупаете. То есть, он проверит и увидит, если там были какие-то нарушения, скажем, допустим, был, как вы говорите, пожар, или если было затопление, или если, допустим, не было затопления, но в фундамент поступает какая-то влага извне, то у него есть специальный оборудование, у него есть специальный прибор, который замерит влажность в углах. То есть, где есть влажность, где она поступает, и где нет. Вы это сразу увидите. Далее был вопрос в отношении смертей. Ну, вы знаете, ситуация вот какая. Это как раз та самая ситуация, которую, наверное, продавец не всегда обязан вам сообщать, потому что мы все люди, мы все когда-то умрем, и иногда люди умирают в доме, и ничего как бы ужасного в этом нет, потому что, ну, это жизнь, понимаете. У нас, например, в те времена, когда я уезжал, не знаю, сейчас, наверное, уже изменилось, но была ситуация, когда покойника держали в доме там сутки-двое, пока люди с ним прощались, до периода его захоронения. Ну, так что тогда получается? Тогда, получается, невозможно будет продать ни одну квартиру. Ну, это же не так ведь на самом деле, да? Вообще говоря, вот эти страхи того, что в доме кто-то умер, или кого-то убили, или произошло там какое-то самоубийство, или еще что-то такие какие-то, или там привидения какие-то, да? Знаете, иногда показывают по телевизору какие-то программы, где люди на полном серьезе ходят, ищут там какие-то привидения. Ну, не знаю, может, я не прав, но я достаточно скептически к этому отношусь. Здесь называется это стигма. Стигма – это когда есть у вас какое-то представление о доме, допустим, вам сказали, что вот в этом доме там убили двоих человек, там произошло убийство, и вы уже думаете, черт, я, наверное, не хочу этот дом, ну, что-то мне как-то неприятно, и так далее. Насколько все это важно, и насколько все это нужно знать? Давайте я вам расскажу одну такую историю. У меня есть одна совершенно замечательная моя клиентка, она действительно умница, и мы с ней покупали уже очень много недвижимости для нее, потом она, так сказать, меняла свою личную жизнь, я продавал ее недвижимость, покупал опять, потом я покупал недвижимость для ее родителей. Одним словом, однажды, это было лет 10 тому назад, мы с ней покупали дом, и когда я зашел в дом ей показывать его, у нас на листинге обычно написано, кто является владельцем недвижимости. В данном случае было написано estate. Estate – это означает, что кто-то умер, владелец недвижимости умер, и теперь это продается, поскольку человек больше не живет, соответственно, она должна быть продана и дальше уже поделено между наследниками и так далее. И я ей сказал, говорю, как ты на это дело смотришь, тебя это смущает, не смущает? Надо сказать, что она молодая женщина, и что меня, в общем-то, приятно удивило, она не обладает никакими особенными комплексами на этот счет. И она сказала, ты знаешь, да нет, меня это, в общем, никак особенно не заботит, ну, все мы умираем, и когда-то произойдет это и с нами, ну, что теперь дело? Обстановка в доме была очень старая, то есть это было видно, что это очень пожилой человек, очень старая мебель, и, соответственно, мы решили все-таки сделать предложение, мы поторговались, нам уступили деньги, но прежде чем делать предложение на покупку, я позвонил агенту и сказал, скажи, пожалуйста, что там, какая ситуация, как это произошло? И он мне сказал, что, Сергей, да, бабушка умерла, это произошло не так давно, но она умерла в госпитале, то есть волноваться как бы особенно нечего, что обычно в Канаде так и происходит. Здесь, если человек умирает, он, как правило, умирает не дома, а когда ему уже становится хуже, его увозят в больницу, и там постепенно врачи за ним смотрят, и если человек умирает, ему дают возможность как-то спокойно, комфортно отойти в иной мир, что называется, да, его поддерживают на препаратах, и так потихонечку его тянут, дают возможность родственникам прийти попрощаться, и потом дают человеку спокойно умереть. Ну, как вы догадываетесь, когда эта женщина заселилась в этот дом, естественно, она начала общаться с соседями, соседи народ очень такой словоохотливый, и они ей сказали, что, ты знаешь, вообще-то агент сказал неправду, это была бабушка, очень пожилая, ей было где-то там, наверное, лет 80, я так понимаю, она умерла в этом доме, и поскольку она была одинокая женщина, она пролежала в доме несколько дней, прежде чем выяснился факт, что она уже скончалась. И я... Дело в том, что когда мы покупали эту недвижимость, оставалась эта мебель, она, видимо, была уже никому не нужна, и вот эта моя клиентша, женщина, она часть этой мебели взяла, в том числе там диван, стол там и так далее, и тому подобное. Ну и когда это выяснилось, а выяснилось это уже потом, когда она уже жила в доме, там через несколько лет мы уже разговаривали, она говорит, ну да, в общем, не могу сказать, что это самый какой-то приятный такой факт, но опять же она, в общем, на это очень спокойно отреагировала. Потом обстоятельства ее жизни изменились, ей нужно было съехать, и она решила поселить вот этот дом своих родителей. Зная о том, что родители могут быть немножко более чувствительны к этой теме, может быть, она решила, что... Она не знала, как они на это отреагируют, она решила на всякий случай им об этом ничего не говорить. Прошло еще несколько лет, в какой-то день прекрасный, она меня пригласила на юбилей родителей в этот дом, где они, собственно говоря, находились, и когда мы сидели за столом, разговаривали, так сказать, там смеялись, шутили, закусывали, выпивали, я спросил, говорю, ребята, а как вам этот дом, вот как вам нравится? И ее родители сказали, ты знаешь, Сергей, спасибо, что ты помог купить этот дом, вот ты знаешь, в нем какая-то такая чудесная аура, вот в нем настолько все замечательно, нам так все нравится в этом доме, но мы себя очень комфортно чувствуем, мы разговариваем там с деревьями, так сказать, с балконами и так далее, и тому подобное. И мы тогда переглянулись с этой женщиной, посмотрели друг на друга, и, в общем, я так понял, что она им так, в общем-то, скорее всего, ничего никогда и не сказала. Далее ситуация опять же изменилась, этим родителям нужно было купить уже жилье поменьше, они съехали с этого дома, я его, опять же, как риэлтор продавал, я его достаточно успешно продал, этот дом, и на этом история вся закончилась. Я думаю, что вы, наверное, уже догадываетесь, к чему я вам это рассказываю. К тому, что иногда в жизни есть вещи, которые вам не обязательно знать, и лучше не копаться, чтобы не получить информацию, которая вас расстроит, и смысла в этом никакого нет. Вот если, например, говорить об этих людях, они достаточно уже тоже в возрасте пожилые люди, если бы они об этом знали бы, что произошло бы? Во-первых, они могли не поехать в этот дом совсем, ну, наш не хочу, я там, кто-то умер там и так далее, да? Либо они могли, в конце концов, заехать, если им деваться некогда, но они бы сказали, слушай, ну, неприятно, и они бы жили бы вот каждый день с этим осадком, что вот мне не нравится, неприятно здесь находиться. На самом деле ничего этого не произошло, они этого не знали, я не знаю, знают ли они это по сей день, может, потом она им сказала, не знаю, ну, уже, наверное, не важно, но тем не менее, они очень счастливо жили в этом доме и с большой неохотой с него съезжали, потому что переезжали они в меньшее жилье, и это было вот расставание с кровью, с грустью, вот настолько им понравилось, настолько им хорошо жилось в этой недвижимости, понимаете? То есть это примерно ситуация такая, что если вы хотите жениться на какую-то женщину, у которой было какое-то прошлое, да, потом жизнь ее изменилась, и она, может быть, стала гораздо лучшим человеком, и, так сказать, все ее какое-то, может быть, там, какое-то мрачное прошлое ушло, так сказать, далеко назад, и больше она к нему не возвращалась. Вопрос, хотите ли вы знать это ее прошлое, да, это первый вопрос, и второй вопрос, если вы требуете информацию о чем-то прошлом, то вполне возможно, что вам придется предъявить свое, да, хотите ли вы, так сказать, открывать, как у нас говорят, у каждого за спиной есть свой шкаф со скелетами, у каждого у нас есть какие-то и были какие-то проблемы в жизни, о которых мы, может быть, не очень хотим говорить, хотите ли вы, так сказать, открывать свой шкаф и начинать оттуда доставать то, что вы, в общем-то, скажем так, не хотели бы кому-то показывать, да. Вот такая вот история. Поэтому, как мы говорили о том, что надо ли всегда говорить что-то агенту, не всегда продавец обязан это делать, люди умирают, это нормальная ситуация, даже в конце концов, если кого-то убили или произошло самоубийство, то какое отношение это имеет к вам? Это была чья-то жизнь, так сказать, и совсем не обязательно. Если мы все про все будем знать, то, знаете, ничего не купить, не продать будет невозможно. Друзья, это все на сегодня. Как всегда, приглашаю подписаться на мой канал в YouTube, на мою страницу в Google+, ВКонтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники. Всех приглашаю, принимаем, друзья. Всего самого наилучшего и пока!